ребят всех приветствую всем говорю здравствуйте всем говорю большой привет наши зрители наши подписчики наши друзья знакомы все кто не знает вот ура левую этот момент поступил мы снова отправляемся в очередную экспедицию 2022 год 2 сентября вот мы выехали в сторону восточного казахстана и пройдем маршрут на котором мы еще не были это будет район рейдера вот побываем в той области вернувшись с южного алтая россии вот мы открыли для себя много красивых мест там вот надеемся что и здесь мы в казахстане открылся новые места это у нас экспедиция ознаменована тем что в эту экспедицию я еду на новом внедорожнике вот который я приобрел специально для экспедиции это toyota land cruiser 200 обязательно эту машину я сниму обзор отдельный что сделано конкретно по этому автомобилю вот но в этой экспедиции будет этот автомобиль мы сейчас находимся в городе полды курган мы сделали вот такие наклеечки на автомобиль открывали вместе с нами руслан участник экспедиции всем привет полным ходом идет подготовка путешествию большому очень рады что присоединились вам мы тоже очень рады у нас новый вот экипаж на джей кузере руслан присоединился и виталий отлично слышно осолом ли попро барман всем привет еще кушают доживую гнали гнали ну догнали короче где-то примерно час мы нагнали а теперь поем потихоньку на наш экипаж вот виталий с русланом на джей кузере вот макс отлично здесь экипаж у нас дулат рус готовы толдукруган перекусили набрали сил настроили гарнитуры связь классно идем настроение супер отлично отлично ну все стартует наша очередная экспедиция алтай в кулу одно из самых одно из самых наших красивейших и замечательных мест казахстана восточный наш родной любимых восточный казахстан скачали барашков движемся цена у сегодняшняя она будет прошли 300 километров пути движемся в сторону аягуза дорога как всегда радует очень красиво классная погода за портом 22 градуса движемся прекрасные асфальтированные дороги местами будет ремонт уже привыкли к этому дух экспедиции мы соскучились по этому состоянию дорога руль у нас получается осталось 183 километра дом города аягуз мы едем по замечательным в принципе дорожному покрытию здесь уже сделали ремонт сегодня практически сейчас уже 600 километров пути прощи прошли практически весь период времени из них только 50 это были плохая дорога становимся отлично мы сейчас наблюдаем по левую руку от нас у нас вот такой прекрасный закат это просто волшебство супер красиво очень ребят сегодня утро второго дня экспедиции 8 часов 20 утра вот мы проснулись близ города аягуз вот таком необычном месте а необычность в нем заключается в том что это наша одна степь здесь проходит рядом железная дорога вот вчера очень красиво смотрелись эти поезда вот это наш лагерь мы разместили вчера нашу палатка здесь мы вчера поужинами ребята на скале два экипажа спали в машинах вот мы спали в палатке сейчас мы будем упаковывать лагерь потому что еще один участник экспедиции андрей будет ждать нас в аэропорту города узкоминогорск вот нам 300 километров до города узкоминогорск чем как настрой нормально первая ночевка было очень и скучно настрой отличный лицо заспанная так все нормально походу аллергия на пыль ребята собирают палатку все принципе мы хорошем настрое готовы двигаться отличная погода прекрасный прекрасный воздух степи очень чистый все поэтому готовимся к сбору выездов что ребят подъезжаем город узкомин покрытие в целом радует и дальше наша точка движения едем город ридер по традиции поздравим сейчас наших участников экспедиции экипаж виталия джей крузер с татарином и экипаж руссо грузер 200 сейчас едет за рулем макс друзья всех поздравляю со вторым днем экспедиции мы движемся в сторону города узкомин 67 километров нам осталось за бортом 27 градусов тепла сегодня наша задача это доехать до города лидера откуда начнется далее подъем по бездорожью до подбелкового озера ура гиб гиб закупили продуктов полные три машины у нас продуктов битком вот но что самое интересное да в принципе счет вышел не такой же большой у нас всего вышло 120 тысяч на закупку восемь менее на неделю вот на условно восьмерых да это очень немного при этом мы взяли и под шашлык мы взяли и там сосиски и котлеты рыбные вот и яйца мы взяли ну то есть принципе продуктов очень много напиток и взяли водку безалкогольную ждем в ожидании поездки на озеро ждем нашего друга его посетила аллергия по пути что можете рассказать о вчерашней ночи вечере как он прошел вчера была незабываемая ночь незабываемый вечер темы для разговора были очень пикантные чисто мужские много анекдотов и все на одну тему на самом деле любой отдых он зависит от компании если компания ровная приятная любой отдых будет только позитивно так что присоединяйтесь к ура а компания у нас вот она наша компания по экспедиции от первой мир вместе с нами так ребят мы едем в сторону подбелкового озера по очень красивой дороге вот но асфальта нет 30 километров мы идем по гравития вот и красоты наслаживающие показать ребят мы поднимаемся начался у нас подъем в сторону подбелкового озера дорога 11 километров пути нам предстоит преодолеть впереди виднеется две таких красивые вершины это не стопятки Рондо, рондо. Такой вот жесткий подъем. Вообще, в целом подъем на Подбелковое озеро. Я так сушил, что дорогу размыло. Большие дыры. Здесь, скорее всего, сейчас мы будем использовать трос. Для того, чтобы вытянуть машину. В целом. Движемся дальше. Нам осталось 3 километра. Мы поднимаемся уже около 2 часов. Едем дальше. Ребята, ура! Мы прибыли. Локация Подбелковое озеро. Вот, поднимались 11 километров 2 часа. Хотелось бы отметить, что резина отработала неплохо. Участков было немного сложных. Но, в целом, резина понравилась на сегодняшний день пока. Вот мы поставили лагерь. Сейчас вот озеро не видно. Но мы вот машины... Сегодня экипаж Виталия Татарина спят в машине. Сегодня будут спать в машине. Мы, экипаж-то это Лайкрузер 200, мы будем спать в палатке. Вот у нас. Мы устанавливаем палатку с видом на озеро. Вот выход туда сделаем. Да, выход в сторону озера. Вот она. Вот поворачиваю тебя. Экипаж Макс, в основном, Дикс. Будут спать в этой палатке, которая, кстати, очень комфортная, классная, сталкер. Мы ее протестируем первый раз осенью на Алтае. Вот температура сейчас 10 градусов тепла. Вот ночью нуля точно не будет. Но порядка где-то плюс-минус... Плюс-пять, где-то температура будет точна. У нас точно такая получается. Протестируем, проверим, посмотрим. Да, Руфия, у тебя тоже такая. Чего пару слов? Не видно, да, ничего? Как дорога? Как такое? Дорога, дорога капец. Как ты сказал, Лайт. Потом я сказал, ты подбежал, у тебя такие глаза. Ты же сказал, что хорошая дорога. Ну да, классно. Вот прям поднимаешь, да, То есть где-то там сел на защиту, да, где-то еще что-то. Прям так адреналинчик поиграл. Опыт получил, да? Рядом Макс сидел, подсказывал, молодец. На заднем сиденье. Да, Макс был уже на этой дороге, хорошо. Все знает. Я ему говорю, да расслабься, говорю, все. Дальше автобан начался. Дальше еще хуже. А все, изи, изи, давай, давай, езжай. Прямо, говорю, езжай, истань. Ну классно, опыт это, опыт это очень ценно. А можно я тоже добавлю? У меня, короче, вот ощущение, вот есть вот такого слаженного коллектива, слаженной работы, вот когда там все смотрят, все помогают, вот так вот, так, чтобы машины были целые, чтобы где-то свесы, у кого-то такие, у кого-то такие свесы, у кого-то там резина повыше, у кого-то пониже и так далее, да, но при всем при этом, когда вот коллективная работа идет, и все другого поддерживают, за это очень дорого стоит. И обязательно сегодня надо вот эту шутку, которая вчера была, обязательно сегодня повторить. Андрюха, приветствуем. Тебя в составе команды про экспедиции. Сентябрь, Алтай. Как ты, Андрюх, уже на Подбелковом озере сразу? С Ускемена? С корабля на бал попал. Пару слов. Первый день экспедиции для тебя, вот для нашей команды сегодня второй день. Ну, что сказать, преодолели сложные участки дороги, довольно-таки стойкие, вот благодаря нашему опытному экипажу, чести мой хвала, все, кто был за штурвалом, кто корректировал, добрались все-таки до места. Обалденная красота. Завтра с утра мы вообще будем это все лицезреть полноценно. Сейчас в темноте не видно. Сейчас в темноте не видно, но чувствуется вот этот запах природы. А сейчас мы будем кушать грибочки. Сейчас мы будем кушать грибочки. Сейчас будем готовиться. Домашнего с вами. Коснул. А теперь, говорит, можно камеру выключить. Это никому не интересно, да? Супер. Да, с присоединением. Доброе утро. Сегодня было у нас очень добрым, оно было очень экстремальным. Вот сегодня, прямо возле нашего лагеря приземлился вертолет. Вот, разворотила нам палатку, вещи. Вот, ну, благо, мы целы, самое главное. Вот. Мы сейчас находимся на Подбелковом озере. Очень красивое место. Вот мы добрались. Вот такую красоту мы можем здесь наблюдать. Очень классная погода. На этом озере первый раз. Вот. Могу сказать однозначно, что оно очень необычное, меняется и цвета. Мы смотрели сверху на озеро, оно было одного цвета, сейчас приблизились ближе. Вот здесь отдает уже березой. Близ озера, в принципе, у нас есть лес здесь. Вот у нас лагерь находится в верхней части. Вот. Очень, очень, очень красиво. У нас, получается, в районе Ридера маршрут проходит от Ридера буквально в районе 35 километров дороги. Сюда, конечно, паркетник. Так, скорее всего, на паркетнике будет подняться очень сложно. Нужна будет полноприводная машина сюда. Местами дорога. Есть места, где потребуется полнопривод. Ну и небольшой, в принципе, багаж опыта. Дорога, не сказать, что сложная. Но все равно нужно быть предельно внимательным, аккуратным. Однозначно, дорога сложнее, чем на многие места, куда я ездил. Там, допустим, тоже Язевое озеро. Сюда подняться сложнее на машине. Вчера мы 2 часа поднимались вот этим 10 километров пути. Мы шли 2 часа уже в темное время суток. Будем подниматься. Сейчас будем мариновать окорочку под шашлык. У нас есть рыбные котлеты. Будем готовить, кушать. И сегодня у нас день отдыха. Заряжаемся алтайской энергией, алтайской красотой, безусловно. Это место стоит того, чтобы приехать сюда. Оно очень тихое, очень спокойное. Здесь не очень много людей. Скорее всего, это место не так популярно, как Язевое озеро. Но мы в любом случае, в эту экспедицию мы едем на Язевое озеро. Это неотъемлемая часть любой поездки в Восточный Казахстан. Наше любимое место. Сейчас вертолет будет взлетать. Прямо над нашим лагерем. Вертушка улетела. Мы остались. Вкратце. Вот наша палатка. Стойки обломала. Потому что вертолет приземлялся очень низко. Перевернула лагерь весь. Благо, что все обошлось. Все целы, живы, здоровы. Здесь мы все уже прибрали. У нас весь стол был перевернут. Сейчас мы будем кушать. Будем готовить кушать. Вот мы спали здесь. Ребята вот палатку установили. Вот тут очень хорошее место. Разбросало мусор по всему лагерю. Вот. А это у нас вид. Вид с верхней точки. Вид на подбелковое озеро. Ребят, время час дня. Вот мы сейчас готовим обед. Смотрите, как мы выживаем без наших вторых половинок. Вот приготовил у нас Жаслан суп. Очень классный. Вот. Сейчас мы будем готовить яичницу с колбаской. Так, вот, ребята. Очень вкусно. Биспармак от Жасика. Супчик был очень вкусный. Слава, Рахмет. Гиб-гиб. Классный суп. Биспармак от Жасика. Отлично. Спасибо, Жасик, тебе. Серьезно. Честно, очень вкусно. Да, было очень вкусно. Сейчас обедаем, сейчас покушаем, потом пойдем на озеро и купаться обязательно с ними. Мы по нашей традиции, вот, в любой экспедиции, в любое озеро мы должны искупнуться обязательно всей командой. У нас сегодня 4-е сентября и мы сейчас ныряем под Белковое озеро. Вода на самом деле очень холодная. Она холоднее, чем на Мультинских озерах, намного холоднее, чем на Кульсайе. Вот, но давайте, ребят, вся наша команда ныряем. Пошли первый, да. Первый пират пошел, второй пират. Раз, два, три. Правая экспедиция! Ура! Сегодня четвертый день экспедиции. Вот, мы отправляемся дальше в следующую локацию. Вот сейчас мы едем в сторону города Ридер, где у нас мы оставляем Макса. Вот, ему нужно будет остаться по работе, а мы дальше стартуем по плану. Вот, наше путешествие продолжается по Алтая. Едем в сторону Малуюбинского водохранилища. Вот. Мы говорим этому прекрасному месту спасибо под Белковое озеро. Оно необычайно красиво тем, что вот буквально за вчерашний день несколько раз оно меняло цвета. в утреннее время она одного цвета, у нее цвет больше такой темно-голубой. И вот это изменение цветов оно очень интересно, смотрится очень красиво. Вот. Место на самом деле стоит того, чтобы сюда приехать вот однажды. Здесь вот как раз на верхней полке, где именно прям под ледником там находится второе озеро. ну оно намного меньше. Вот. Место очень красивое. Радует то, что здесь есть лес. В принципе не так много мусора, это тоже радует. Вот. Практически можно сказать то, что мы смогли найти минимум мусора. Это классно. Вот. Все, мы в принципе собрались, встали. У нас на сборы ушли два с половиной часа. Вот. Мы попили кофе. И сейчас выдвигаемся. Спуску нам предстоит порядка 40 километров до ридера. Ну, асфальта не будет. Брось, медицы, ура! Ура, ура, ура! Пару стал 2002! Ой! Пару 2002! Питаемся яблоком. Пару слов? Белочкам отдадим корм кучка. Пару слов. Друзья Андреев, скажите пару слов. Место вообще волшебное. Вода отсюда даже уезжать не хочет. Такая красота вокруг. но будем искать другие места для новых впечатлений. Всем привет всему экипажу самое главное бдительности, легкой дороги ну и хорошего настроения. Здравствуйте, уважаемые подписчики, мы рады приветствовать вас на канале проэкспедиция и вновь продолжается бой и сердцу тревожно в груди, но мы направляемся сейчас вниз в сторону ридера, а дальше будем ретироваться по месту. спускаемся под такой красивой дороги, поднимались мы ночью, поэтому этой всей красоты мы не видели и виды виды отсюда открываются потрясающе просто дорога в целом состоит из камней, есть местами очень острые камни, поэтому здесь нужно для того, чтобы не проколоть резину, надо двигаться предельно аккуратно, осторожно. так вот Макс, мы приехали в город Ридер, Макс остается, он сейчас садится, он с Беларуси уезжает, давай Макс, все, хорошо, отлично, вместе поели время, Рахмет, дальше мы отправляемся в путь уже без Макса, но дай бог на обратном пути, в большом нарыне, возможно мы его заберем. вроде послезал по чемодалу. Чтобы сзади не потралились. наоборот, сзади Tory-ка. давай, Fury-каél, следующий. Так, мы движемся Прошли 25 километров В сторону Малуюбинского водохранилища Наш третий экипаж Крузер 200 Находимся на высоте 1840 метров над уровнем моря Ветерочек теплый Погода прекрасная, небо чистое Очень на Турцию похоже Не ездите, друзья, в Турцию Ездите в Восточный Казахстан Красоты Просто бомбические Ну что, друзья, прибыли мы На вершину Алтая Самурайский вид Как на японские горы похоже Просто обалденно Да, кстати, чем-то напоминает, да, японские горы? Красиво очень Это древняя страна самураев Японии Древняя страна Древняя страна Ребята, однозначно Хочу сказать, что дорога на Малуюбинское водохранилище Она просто Во-первых, очень хорошее дорожное покрытие Никаких сложностей Спокойно преодолеваем Вот сейчас едем порядка уже 15 километров по гребню горы И виды, что по правую руку Открывается очень красиво И что виды по левую руку Ребят, кто будет в Ридере Всем рекомендую с Ридера дорога В сторону Малуюбинское водохранилище Очень красивое Вот В ожидании встречи С этим местом Напоминает кусочки Японии Так, вот мы с ребятами вышли Так, давайте смотрим Сюда все на камеру Вот мы решили прогуляться По Малуюбинское водохранилище Прошли порядка где-то Наверное, километра От нашего лагеря Достигли Такого, скажем Тупикового места Здесь есть островок посредине Там на островке какой-то курган Вот мы так предполагаем Похоже что-то на могилу Вот этот островок На него можно добраться только на В каком-нибудь водоплавающем средстве Вот у нас Такая красота Утром проснулись Вчера мы Вчера мы приехали Ну уже было темно Вот у нас ушло 5 часов Для того, чтобы доехать с Ридера 55 километров До этой локации Дорога Однозначно Только для полноприводных машин Вот Ну Можно и подняться на паркетнике Но очень осторожно и аккуратно Потому что есть камни Желательно, конечно, чтобы это был внедорожник Вот Виды Завораживают Вода Вода очень Очень чистая Видим Здесь Стоянки Стоянки Людей То есть Оборудованные людьми Вот И больше всего Что обрадовало То, что Здесь нет мусора Вот это мне понравилось Понравилось больше всего Я обратил внимание Кстати, что На Подбелковом Озере Когда мы были Там тоже Не было мусора Хотя Туристов было очень много И это На самом деле Душа радуется Прямо за это Люди Именно здесь Видно, что приезжают Туристы отдыхающие И никто мусор не оставляет Вот Это очень круто Респект Тем, кто Здесь бывает Скорее всего Это В основном Я так думаю Это люди С Ридера Приезжают сюда Отдохнуть Вот поэтому Огромный Респект Тем, кто живет В Ридере Молодцы Сохраняем себе Местную природу Вот К примеру Даже то, о чем я говорил То есть Мы видим Зону костра Здесь был лагерь Вот Но Если мы посмотрим В районе костра Там Под деревьями Мы не увидим Здесь мусора Вот здесь Мусора нет Вот Просто К сожалению Зачастую Во многих местах В частности В Алматинской области Когда мы бываем Мы В зоне Остановки людей Видим Часто очень много Разбросанного мусора Здесь вот такая зона Лагерная зона Очень красивая Вот мы Наш лагерь Находится Здесь за перешейком Сейчас мы будем Проходить его Вот Решили Сделать Утреннюю прогулку Двухкилометровую По озеру Вот Здесь такие вот Виды у нас Открываются Наш лагерь Находится За Вот как раз За тем перешейком Вот Вода Кстати Нужно обратить внимание Вода Очень Красивого цвета Вот здесь Она даже такая Зеленоватая Вот И вода Кстати Вода Очень теплая Наши ребята Идут с лагеря Ребят Локация Бомба Энергетика Суперовское Место Шикарное Погода Отличная Мы говорим Алтаю Огромное спасибо За то что он нас принимает За то что он нам Дает хорошую погоду Вот и за то что нас он радует Своей доброй Сильной энергетикой Спасибо тебе Алтай Экспедиция 2022 Проэкспедиции Несем дрова В лагерь Здесь вот тоже Поднялись на Немножко на гору Тут нашли дровишек Оборудованная площадка И тоже Ни одного Мусора нет Вот Такой вид С верхней части Площадки Очень красивое Тоже местечко Мы идем Спускаемся В сторону Нашего лагеря Утренняя Часовая прогулка У нас Прошла Успешно Сейчас мы Идем готовить Завтрак И Дальше планировать Весь день Отдыха На берегу Этого прекрасного Места Нашей машины Сегодня Обязательно Искупнемся Вот Так Что у нас Что там Водичку Как про лагерь Может расскажешь Как место тебе Ощущения твои Здесь каждое место Оно по своему Уникальное То есть От него Ну никак Не хочется отрываться Что ли В другую сторону Попадаешь в другую локацию И происходит То же самое То есть Алтай Это действительно Такие места Которые Завораживают Людей Особенно Кто первый раз Сюда попал Для него Это просто Открытие Как-то столько Есть мест Казахстане Которые Мы Просто-напросто Пропускаем Мимо своей жизни Поэтому Я так думаю Надо Находить Возможности Время Чтобы Побывать В таких Прекрасных Местах Нашего Казахстана И ты начинаешь Совсем по-другому Относиться К своей стране Начинаешь Больше ценить Что и у нас Тоже есть Чем можно посмотреть Пятый день Экспедиции И наша практика Обязательно В том или ином Озере Где мы останавливаемся Мы обязательно Всегда купаемся В этой воде Для того Чтобы прочувствовать Энергетику Это озеро Поэтому Ребята Мы сейчас Наша команда Будет Прекрасное Мало-Ульбинское Озеро Прочувствуем Энергетику Этой воды Поэтому Давайте Ребята Гоу-гоу Гоу-гоу Ребята Мы вот Сейчас Будем готовить У нас есть Вот такой шатер Будем готовить Сейчас Сакс Клюбаню Мы разложили Формат Печи Это Разложенные Камни Вот Камни Должны быть По бокам Обязательно Для того Чтобы Огонь Нагревал Сбоку И по нижней части То есть Здесь По нижней части Внутри Сложенные Камни Рядами Вот сверху Разжигается костер Мы вот это все Растапливать будем Сейчас Вот ну примерно Плюс-минус Закладываем Около Двух часов На нагревание Этих камней Вот а после Будем сверху Устанавливать Шатер И как раз Снимем Снимем Что у нас Из этого Получилось Позже Конечно Можно было Все сделать проще Купить просто баню Вот но мы Не ищем Простых путей Поэтому Делаем так Как делали наши Препки Вперед Так ребят Вот Мы старались Очень старались Сделать баню Вот у нас получилось Такой темп Вот И Сейчас пару слов От ребят Бани Не едите Никуда с ними Потому что Вы так привыкнете К этому Что вы не сможете Потом без них Ну на ровном месте Решили проблему С релаксом Придумали Благодаря Находчивости Отдельных людей Баньку На берегу Озеро И сейчас просто Получаем Огромное удовольствие Классно Алтай 2022 года Останется В наших сердцах Однозначно Я думаю Каждый найдет В этом Свою Любовь Своё Отношение Классно Получаем удовольствие Мы на данный момент Находимся Внутри Сакской бани Которую мы сами Создали Которую мы сами Сконструировали Это стало Неотъемлемым Таким Изумительным Компонентом Всей Общей атмосферы Которая сложилась Уже на протяжении Несколько дней И чтобы Вот за вся аура Вот эти все Весь дух Он собственно говоря И дальше Наполнял нас Продвижение Нашей экспедиции Ура Ура Что там татарин На самом деле Очень крутая экспедиция Не имея бани Но имея дух Имея Мысли В голове Мы реально Не имея ничего Построили в баню Которую сейчас сидим И паримся Я считаю Это очень круто Это очень молодцы Все То есть Это сплоченность Дух Сила А впрочем В экспедиции Мне кажется Больше ничего И не надо Нам и еды Не надо было Мы бы ее добыли Здесь С таким коллективом С такой поддержкой Круто очень За братьев Все Давайте Про экспедиции Алтай Осень 2022 Все Не забываем Ура 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 Все Пошли Выходим Выходим Рус Ура Ура Субтитры сделал DimaTorzok Встречаем прекрасный закат на берегу. Просто волшебство. Очень красиво. Субтитры сделал DimaTorzok